Саламас Тармакрумяты от Андастар Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня в нашей стране такое веселое событие Появился на публике бункер ВАСЭ Который называет себя лидером нации Ель-ВАСЭ На прошлой неделе я требовал, чтобы члены правительства Выступали перед народом, давали отчет, рассказывали о ситуации в экономике О том, как происходит борьба с коронавирусом И, как вы знаете, все время они молчали после этого требования Тут они гурьбой вылетели, министры, другие какие-то люди из правительства Заместители министров и все прочее Ну вот, собственно, я отвечаю на вопрос, когда у меня спрашивают А замечает ли правительство Назарбаев, Токаев Когда мы требуем, критикуем Реагируют ли они на нас? Вы сегодня еще раз убедились в том, что наш бункер ВАСЭ Вылетел сегодня срочно из Швейцарии Чтобы доказать, что он живой Что он не совсем труп Я его вчера назвал Мумией И самое смешное, что я сказал, что После моего заявления он, конечно, может появиться завтра или через несколько дней Но так получилось, что он появился немедленно Вы представьте себе, что он лежал под всякими трубками, приборами Тут самолет стоимостью 220 миллионов евро Его аэробас погружает несколько швейцарских врачей Всякими аппаратами Он летит 8 часов Каждая работа этого врача, каждого швейцарского, стоит минимум 5000 долларов в час То есть фактически за несколько суток прилета этих врачей Бюджет страны потратит минимум миллион долларов Не считая того, что только оплата рейса этого самолета Обойдется стране минимум 300 тысяч долларов И еще не считая его помощников, охранников Вы представляете, какая была паника у нашего бункера ВАСЭ Чтобы он все бросил и прилетел Доказывают, что нет Он все так же лидер страны Что нет никакого двоевластия И что он доказал? Он этим просто доказал, что власть вся в его руках, как бы И что такая действительно мебель Именно поэтому он раз в какой-то период Даже не каждый день, даже не раз в неделю Выступает с выпущенными глазами перед вами Зачитывает готовые тексты Притом каждое слово в этом тексте противоречит друг другу И цифры не бьют Вообще все, что он говорит, выглядит просто очень глупо Ну вот, теперь мы видим, что Назарбаев не выдержал Всю прошлую неделю его пресс-служба делала разные заявления Они фотошопили, всякие фотографии рисовали Что нет, вот он, вот он, вот он И стал посмещен всего народа И сегодня опять стал посмещен Вот той самой заочной дуэли с Мухтаром Аблязовым Он решил продемонстрировать, что нет, вот я жив Смотрите, я вот сейчас очень важные слова скажу А на самом деле, что сказал этот бункер ВАЦ? Он вызвал премьер-министра и произнес такие слова Что оказывается, кризис наша страна переносит хорошо Не то, что в Европе и в Америке Что у них там тяжело, а у нас очень хорошо Ну достаточно, ну Султан Абишевич, посмотреть вам От ваших помощников видео по всей стране Когда тысячи людей не могут получить всего лишь 42 тысячи тенге Это меньше 100 долларов И вам нужно знать, что во всем мире Например, в Америке семья получает Каждый по 1200 долларов и на каждого ребенка по 500 долларов Не так, чтобы они притом не стоят в гигантских очередях Нарушая карантин Они свободно эти деньги получают, просто не глядя А Германии граждане просто в электронном формате сообщают о своей зарплате Сколько они потеряли и сразу за 3 месяца получают немедленно Деньги и никто у них не спрашивает Не спрашивает справку Не требует зайти на какой-то сайт типа Егов Это все происходит в мире Притом, это в богатых странах мира Когда на счетах только частных физических лиц В Германии публично объявлено лежит 2 триллиона евро У каждого немца в среднем Огромная сумма Эти небедные люди, им правительство тем не менее помогает И вы хотите сказать, что в Казахстане лучше чем в Европе, ведущих странах мира, в Америке То есть сейчас все имеют доступ к интернету Знают о том, что происходит в мире И наш бункер борцы сегодня пришел и нагло врал Я даже не буду говорить, что это монтаж видео Пусть будет настоящий Пусть будет это являться фактом, что он прилетел Но вдумайтесь Прилетел Назарбаев из Швейцарии Чтобы доказать, что он жив Он в своем выступлении не сказал, что нашим гражданам плохо Он сказал, что все хорошо Были раньше кризисы, мы тоже из этого кризиса выйдем Он не сказал о том, что страна перед опасностью Он не сказал, что правительство не может выдать даже эти грошовые 42 тысяч тенге Он не говорил председателю правительства, премьер-министру Аскару Мамину Что они провалили простую такую вот вещь, как выдача 42 тысяч тенге Он просто его похвалил Это было позорное выступление Позорное выступление, которое не было нацелено на то, чтобы он заявил Что мы будем бороться с кризисом такими-то ресурсами Нам коронавирус не то чтобы не страшен Но мы знаем, как с этим бороться Мы выделили деньги Он не сказал, что в стране нет масок Люди сами кустарным способом шьют маски Он не сказал о том, что у нас огромное количество сейчас безработных людей Что их сократили Что у них нет ресурсов Матери выходят на улицы, говорят, что голод Он не сказал, что эти люди получат помощь Мы услышали позорное выступление Мы увидели испуганного премьер-министра Который сидел напротив него И мямлил, рассказывал о какой-то промышленной политике О диверсификации Что якобы вот он, мудрый вождь Казахстана Собрал 90 миллиардов Он не сказал, что у нас нет диверсификации И мы не слушали ничего от премьер-министра Он произнес какие-то дежурные фразы И мы увидели комментарии Нурботов Нурсултана Азарбаева Которые говорили О, премьер-министр Казахстан Суриды Вот все, что мы узнали А об этом премьер-министре Мы не услышали, что у него есть программы Мы не услышали, что он действует решительно Все, что мы услышали от этих нурботов Вот все, что мы услышали Это от премьер-министра Который ограбил железную дорогу Монополист Единственная монопольная компания, у которого нет конкурентов и многомиллиардные убытки Он воровал вместе с Назарбаевым Он обворовал и регулярно отдавал деньги Тимуру Кулебаеву, дорогие Назарбаевы Поэтому стал премьер-министром Этот беспомощный премьер-министр, который я уверен, большинство граждан нашей страны даже не вспомнит его фамилию Спросите на улице, кто у нас премьер-министр Никто вам этого не скажет Никто И вот, конечно же, если такое беспомощное правительство руководит экономикой страны То какой же мы можем ждать результат? Как мы можем ожидать, что действительно будет помощь? Это правительство и патентов Но Султан Назарбаев набрал себе в команду тех людей, которые просто исполняют его волю Они все заточены на то, чтобы слышать его слова А если его нет, они не знают, что делать Более того, даже если знают, они никогда не примут никакое решение Потому что они полные патенты Страной руководят им патенты И во главе всего стоит мумия под именем Нурсултан Назарбаев Который давно умер, как так называемый лидер нации Самоназванный лидер нации Вот все сегодня, что мы увидели Завтра якобы Назарбаев выступит с обращением Но обратите внимание Что за лидер нации, который опять будет, как в прошлый раз, изображать, что он говорил с акимами разных областей Его пресс-служба опубликует дежурные его фразы Если ты лидер, выходи В прямой эфир Выступай Без бумаг Открыто говори О всех проблемах, которые есть Как это делает Трамп Как делает премьер-министр Англии Который болел коронавирусом И сейчас болеет Но тем не менее В этих условиях каждый день выходил в эфир Даже его друг Путин В условиях, когда карантин Проводит заседание Все в режиме видео Вся страна это видит А наш так называемый бункер Вассы Все, что он сделал Прилетел из Швейцарии Чтобы показать, что вот он жив И не показал ничего деятельного Не объяснил, что будет делать он, правительство Единственное, что он сделал Он продемонстрировал Что вся власть сосредоточена в его руках Мы это и так знали Но это власть, которая ничего не делает В условиях сложнейшего периода Не помогает гражданам Не развивает экономику Не озвучивает свои действия Реально не действует А просто выходит на экран Такая власть народу не нужна Поэтому это было сегодня позорное выступление Если Назарбаев хочет выглядеть лидером Он должен действовать как лидером Завтра я предлагаю Назарбаеву выйти именно в видео Я понимаю, что там был монтаж Сложно было быстро речь написать Сейчас его спичрайтеры сидят Готовят для него выступление Но прочитать, наверное, у Султана Абишевич вы сможете Глядя вот как такая выпущенная глазами на эфир Перед вами поставит текст Вы, наверное, зачитаете Или сложно Сегодня еще было заявлено, что 9 апреля выступит Дорига Назарбаева Обратите внимание Именно после нашей критики Тут и премьер появился И Назарбаев появился И 9-го собирается Сделать публичное заявление Просто через средства массовой информации Дорига Назарбаева Дорига, если ты хочешь Действительно руководить государством Покажи свой уровень Выйди на экран Открыто Бумаги в сторону Покажи, что ты владеешь Действительно ситуации в стране У тебя ясные понимания Ты знаешь, куда вести страну Покажи свои качества Не прячьтесь за речи Те, которые вам написали И потом публикуйте свои кассы правды И мы должны верить Что это действительно на самом деле так Я сегодня провел опрос в Инстаграм В этом опросе участвовало более 15 тысяч человек И там именно участвуют только те люди Которые владеют соответствующими смартфонами Компьютерами и так далее И только эти данные показывают Что помощь от государства получили Всего лишь 5% Но если учесть, что огромное количество людей Живет в сельской местности У них нет интернета У них нет компьютера У них нет смартфонов Они не могут пользоваться Если взять официальные данные То официальные данные говорят следующее Что за помощью обратилось пока только 2 миллиона человек Из них эту помощь получили якобы 80 тысяч А если считать, что потеряна значительная часть села Огромная часть населения, живущая в городах Не имеющая компьютеров и телефонов Этой помощи получили в лучшем случае 2% населения 2% Сколько времени бьется правительство Чтобы оказать эту помощь И все это уложилось в цифру всего лишь 2% Зачем нам такое неэффективное правительство Бесполезное, бестолковое Тем более они эту сумму озвучили Что 42 тысячи деньги будут платить каждый месяц Но представьте себе Вот уже месяц прошел А что будет со вторым месяцем? Что будет со следующим? За это время люди просто помрут с голоду Они именно поэтому стоят Тысячами в очередях по всей стране Вот этим надо заниматься Насултан Абишевич Они демонстрируют Аблязову Что вы живой Что вы еще не совсем мертвый Я уже говорил, что вы Как лидер нации уже мертвый Лучше езжайте в свою больницу И подключайтесь к аппаратам Дышите И я надеюсь Что сам народ справится со всем этим проблемами Я сейчас буду по этому поводу комментировать Что нужно делать Итак Уважаемые друзья Мы понимаем Что наш бункер Басы Построил систему Которая недееспособна Она не способна реагировать на вызовы времени Не способны принимать решения И действовать Его правительство Президент Такаев Который сейчас Уже четко продемонстрировал Что он никто Потому что премьер-министра Вызывал Назарбаев И говорил Мы окажем помощь Мы все сделаем А кто он такой? Он же не президент страны Этим он просто показал Что именно вся власть Сосредоточена в руках Назарбаева И членов его семьи Вот что он показал Поэтому мы должны понимать Что судьба страны В наших руках Это правительство недееспособна Мы должны требовать Чтобы это правительство Ушло в отставку Потому что она недееспособна В отставку должно уйти И Назарбаев И такая вся эта политическая верхушка Мы как политическая организация Демократические выборы Казахстана Представляем реальную силу Нас поддерживают Действительно сотни тысяч И когда кто-то меня спрашивает Что в этом уверены Я вам пойду от противного В этом уверена сама власть Чьи митинги Власть боится Панически боится На чьих митингов Власть стягивает полицейских Военных Блокирует торговые центры Площади Именно тогда Когда мы призываем Выйти на площади страны Наших сторонников Если власть Как многие считают Сильная То почему власть боится Организацию Демократический выбор Казахстана Почему власть трусливо Трусливо приняла решение И объявила ДВК Экстремистской организацией Потому что она боится Если она такая сильная Почему Эта власть боится ДВК Значит это Не менее сильная А в реальности Более сильная организация Потому что Власть знает Эту организацию Поддерживает Огромное количество людей Уважаемые друзья Мы реальная политическая сила Сейчас я озвучиваю Требования Нашего народа Мы представляем Интересы нашего народа Мы говорим Что построим Сильную страну Мы требуем Что эта власть Заплатила минимум 50 тысяч человек Каждому гражданину Нашей страны Каждому Младенцу Всем И наш список требований Очень большой Я их озвучивал Вы видите Как власть Как власть Нервно реагирует Именно Позиция Демократической Выбора Казахстана Приводит к тому Что Перед вами Появляется Назарбаев Делает заявление Он пытается Оправдаться Хочет доказать Что вот он Живой Это реальность Это нужно Так понимать Поэтому Уважаемые друзья Мы должны Взять Судьбу Страны Свои руки Я вчера Озвучивал Что нужно Для этого делать Сейчас власть Нам помогла Многие из вас Зашли Мессенджер Телеграм И вы Безуспешно Пытаетесь Получить Эти 42 тысяч Тенге Мы Имеем Специальные Платформы Именно Телеграм Если вы Зайдете Телеграм В чат Активист ДВК Вы получите Максимальную Информацию О деятельности Демократического Выбора Казахстана Вы Ознакомитесь С политической Платформой Вы Ознакомитесь С экономическими Программами Демократического Выбора Казахстана Вы будете Знать Как И когда Нужно Выходить На митинги Как Сопротивляться И бороться С этим режимом Как Реагировать Когда Вас Задерживает Полиция Как Реагировать Когда Вы Находитесь В полицейском Участке Вы Получите консультации от юристов демократического выбора казахстана вы все об этом узнаете именно в чате активизм двк и когда мы в этом чате соберем огромное количество наших сторонников знающих что такое программа демократического выбора казахстана знающий какую страну мы будем строить а именно демократическую никогда один лидер так называемый вождь вождь который захватил все богатства страны всю власть это вождь плевал на народ он думает только себе он хочет показать что он есть все что государство создал он а это не так государство это мы и вот когда мы все объединимся консолидируемся в этих чатах активисты века при том есть региональные чаты есть чаты по северу по югу по центральной части казахстана вы когда увидите что у нас миллионы вы можете быть уверены что мы представляем организованную политическую силу способны сменить этот политический режим именно мы обладаем достаточным кадровым потенциалом мы в наших рядах есть люди которые способны управлять всеми отраслями экономики наших рядах очень мало немало людей которые знают какие политические реформы проводить я стою на острие этого процесса я уверен что обо мне вы многое что знаете но конечно из хабара вы многое узнаете и именно в чате активисты века есть очень много различных ссылок на которые вы нажав вы получите максимальную информацию и мы можем объединяться регионально по городам по всей стране мы представляем сильную поддержку политическую организацию которые смертельно боится режим но султана назарбаева уважаемые друзья пришло время действовать пришло время объединяться если вы заходите в эти чаты активисты века вы увидите что мы представляем собой организованную силу умную имеющую платформу знающие куда вести страну знающие что когда режим назарбаева будет сметет именно мирным путем сменен без каких-то катаклизмов а это возможно только тогда когда на улицу выход десятки тысяч людей мы организуем временное правительство мы проведем честные выборы мы именно через депутатов создадим новое правительство это депутаты будут ваши представители и тогда не будет диктатуры это будет власть которая находится под контролем народа поэтому уважаемые друзья пришло время все брать свои руки вы меня спрашиваете каждый что делать вы сейчас на карантине заходите используйте telegram захотите наши чаты будьте нашими сторонниками и давайте мы выгоним этот режим который уже не способен ни на какие действия пришло время действовать алга казахстан